В эфире Бук ТВ итоги недели в студии Виталия Матюшин и сегодня наши корреспонденты расскажут о самом главном событии недели. Областному центру Брещины 5 апреля был вручен сертификат о присвоении статуса культурной столице СНГ. Торжественное открытие прошло в спортивном комплексе «Виктория». Съемочные группы нашего телеканала работали в полном составе. И сегодня мы вам расскажем и покажем, каким получился праздник. Телеверсию праздничной программы «Брест. Культурная столица. Содружество. 2019» смотрите прямо сейчас. Азербайджан и Армения, Казахстан и Кыргызстан, Молдовы и Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Сегодня представители этих стран говорят о мире и дружбе, которая объединяет их в Содружестве. И пусть каждый из народов имеет свой аутентичный образ, связывает людей в первую очередь культура. 2019 год «Тысячелетний Брест» стал городом пересечения всего творческого, креативного, что имеют страны Содружества. Областной центр обретает статус культурной столицы СНГ. Праздник чувствуется во всем. От яркого убранства города, купающегося в цветочных красках и композициях, до настроения людей, находящихся в предвкушении настоящего торжества. Оно станет оправной точкой нового культурного летоисчисления. Всего руководством города запланировано порядка двух тысяч мероприятий, 34 из которых имеют статус международных. Нам всегда все интересно, без вопросов, потому что мы коренные брещане. Поэтому все интересно, особенно сейчас в преддверии тысячелетий. А тем временем на сцене проходит последнюю проверку свет и звукоаппаратура. Артисты завершают репетиции и переходят для подготовки образов гримерные. Особый колорит, конечно, у гостей с Востока. Солисты ансамбля «Война» в Чеченской республике в этот день в Белорусском Бресте. Несмотря на то, что в их послужном списке победы в международных фестивалях мирового значения, каждый выход к зрителю – большая ответственность. Для нас это очень волнительно, очень ответственно, потому что это очень крупное мероприятие. И вместе с тем нам нравятся именно такие фестивали, потому что это возможность познакомиться с другими коллективами, подружиться и узнать немножко об их культуре и объяснить про нашу. Уже с пяти часов в комплексу «Виктория» начали съезжаться почетные гости большого праздника. Сегодня здесь своего рода красная дорожка. Много журналистов, фотографов и, конечно, известных личностей, каждая из которых внесла свой вклад в развитие музыкального искусства стран Содружества. Очень рады. Прекрасный город. Заслуживает быть столицей, культурной столицей СНГ. Поздравляем всех жителей, поздравляем город, городскую власть. Поздравляем тысячелетиям этого города. Мы рады, что находимся рядом с вами, находимся рядом с друзьями, братьями. Символично, что в год тысячелетия Бреста, Бресту выпало быть культурной столицей СНГ. Мне кажется, это очень знаменательный факт. И, наверное, вот этот статус культурной столицы СНГ придаст дополнительный импульс инвестиционному культурному туристическому потенциалу Бреста. Мы сегодня первый день в Бресте. Нам все очень нравится. Город чистый, хороший, красивый, ухоженный. И желаем всем жителям города Бреста в сентябре грандиозно и значимо отпраздновать тысячелетия вашего любимого города. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие для развития культуры, как для Белоруссии, так и для Казахстана. Как мне известно, следующей культурной столицей после Бреста станет город Шимкент. Я считаю, что в Казахстане и в таком случае я являюсь уроженцем этого города. Я очень рад, что такие мероприятия происходят у нас здесь, в Бресте. Трепет и волнение, которые в эти минуты испытывают участники большого концерта, и гости сложно передать словами. Считанные мгновения отделяют город и его жителей от знакового и одновременно почетного момента. Передача символа культурной столицы СНГ. Звуки и мелодии сегодня витают над Брестом и над ареной спортивного комплекса «Виктория». Это значит, что долгожданное и такое волнительное событие свершилось. Брест стал культурной столицей Содружества независимых государств. Буквально через пару минут городу официально будет присвоен этот статус. За события будут наблюдать тысячи человек. Трибуны переполнены почетными гостями, брещанами, ценителями, любителями и критиками. Казалось, в «Виктории» собрался весь город, а настроения, обычаи, традиции и культуры смешались воедино. Спорткомплекс превратился в сплошную праздничную площадку. Для любителей слова – книжные ряды и мини-экспозиции. Для гостей – зоны отдыха с имиджевыми сувенирами. Никакой скуки. Организаторы предлагали почувствовать, а точнее, в буквальном смысле, вдохнуть культуру Бреста. Брест встречает гостей очень тепло и с огромным желанием встречает своих гостей. Сегодня утром мы уже провели круглый стол, посвященный интеграции культур. И я думаю, что Брест саму точку попал, потому что культурная столица, программа, она именно нацелена на интеграцию, на взаимобогащение культуры. Брест – один из самых уникальных городов нашей страны. Мы очень благодарны, что Международный фонд гуманитарного сотрудничества выбрал наш город для того, чтобы принимать гостей из разных стран. Просто здорово, что руководство Содружества независимых государств решили в год тысячелетия нашего родного города, любимого города, провести вот этот цикл больших мероприятий, значимых мероприятий, не только для СНГ, но и, в первую очередь, для нашего родного города. Ничто не может представить город лучше, чем искусство и культура, уверены участники фестиваля. У нас все-таки уровень исполнительского мастерства наших коллективов в Бресте, как государственных, так и частных, очень высок, поэтому мы бы, конечно, хотели его показать, как в Бресте, так и в других странах. Но я знаю, что уже контакты завязываются. Наш город будет звучать. Брест – замечательный город. Я в нем живу более 50 лет. А вы, молодые, город хорошее, на глазах. Заканчиваются все эти стройки, эстакада там на Речице, Кобринский мост нынешний. Добра брещанам. Масштабно, шумно и очень волнительно. Перед самым ярким, долгожданным моментом, когда огромный мир брестской культуры распахнется для широкой публики, к центральной сцене прошли представители Министерства и национальных культур Содружества для официальной передачи почетного статуса. Весь зал молча наблюдал за происходящим, а сертификат культурной столицы Содружества независимых государств Брест получал под громогласные аплодисменты и овации. Сертификат о присвоении статуса культурной столицы Содружества городу Брест, Республика Беларусь. Уважаемые высокие гости города Бреста, дорогие брещане, гости города, прежде всего хотел бы поблагодарить глав государств Содружества за высокое доверие нашему городу именно в 2019 году быть столицей, культурной столицей Содружества. Мы воспринимаем этот сертификат во многих ипостасях. Прежде всего, конечно, это подарок нашему городу в год его тысячелетия. В то же время этот сертификат – это огромный кредит доверия нашему городу, кредит доверия высоко нести планку культурной столицы Содружества, стран, каждый из которых имеет свою неповторимую национальную культуру. Обещаю, что город Брест достойно выдержит это высокое звание и достойно в следующем году передаст этот высокий статус следующему городу Содружества независимых государств. Спасибо за доверие. Город Брест становится 15-й по счету культурной столицей СНГ. И таким образом входит уникальный коллектив звезд Содружества, в которых, я уже сказал, 15 городов. Кстати говоря, три города белорусских – это Гомель, Могилев и теперь Брест. Город, который, как Феникс, каждый раз после разрушений поднимался из пепла благодаря тем людям, естественно, жителям этого прекрасного города. Поэтому, конечно, каждый раз культурная столица, это, во время всего прочего, еще дополнительный стимул для творческих проектов, для культурных проектов. Зрелищно, блистательно и, да, головокружительно, как еще описать начало праздничного концерта. Захватывало дух и напряжение гостей, артистов и зрителей чувствовалось такое, что казалось, будто наэлектроризован воздух. Первыми, как полагается, выступили брещане. Одетые в белобасильковые костюмы красавицы встретили гостей танцем граци. Это, пожалуй, самые волнующие мгновения, которые захочется пережить вновь. Мы брещане и без смотрения в жилье дыр. Брест первый в Беларуси, который получил Магдебургское право. С ним связаны важные события. Брестская оня, издание Радивилловской библии, переговоры в Бресте, Витовта и Ягайло, гибель берестейского замка. Как крутилось колесо истории, как сменялись вехи отшумевших столетий. Панораму становления истории древнего Бересте показали молодые артисты. Путешествия сквозь века через призму театрализованного представления. Зрители познакомились с историческим и культурным наследием. Найважнейшей же стала Брестская библия. Уникальная по искусности оформление изданий. Жемчужина культурного наследия. Шедевр средневекового многопечатника. Кажется, после такого начала масштабного и абсолютно непохожего на другие представления останутся не только яркие воспоминания и эффектные фотографии, но и появятся новые идеи, вдохновения и даже традиции. Сказать, что Брест выполнял свою задачу достойно, не сказать ничего. Такое яркое действие завораживает и, кажется, может стать источником вдохновения даже для того, кто ранее не интересовался культурной жизнью города. Согласитесь, буквально пару минут такой музыкальной терапии пойдут на пользу каждому. Грандиозное шоу, поставленное народным артистом Беларуси Анатолием Воробьевым, набирало все большие обороты. Но даже среди этой россыпи талантов были особенные бриллианты и жемчужины концертных номеров. Концертная программа, выстроенная режиссером-постановщиком-народным артистом Республики Беларусь Анатолием Воробьевым, с постоянной нарастающей динамикой событий, происходивших на земле Брещины. От истоков становления с многообразием важных исторических событий развитие шоу плавно перетекало к событиям Великой Отечественной войны. Тема, затрагивающая сердца и души каждого из собравшихся в зале Виктории. Несмотря на то, что зрителями театрализованного шоу были представители 11 стран и носители 11 культур и языков, перевод, чтобы понять друг друга, был не нужен. Музыка стала интернациональным языком для всех, проводником военные события тех лет, напоминанием о героизме, подвиге и потерях Великой Страны. Песня на стихи одного из ярких представителей эпохи 60-ников Роберта Рождественского, если б камни могли говорить, была выбрана не случайно режиссером-постановщиком концертной программы Анатолия Боробьева. Именно солдаты Бреста первыми встретили и дали сокрушительный отбор врагу. Именно защитники Брестской крепости держали оборону до последней капли крови, не пуская его на родную землю. Для героев, для героев, для героев Бреста, для героев Бреста смерти. Для героев смерти нет. Финальные слова композиции и зал взрывается аплодисментами. Кажется, что большего накала в концертной программе просто не может быть. Но появление на сцене Рената Ибрагимова и звучание первых нот негласного гимна всех павших в годы войны, песня на слова Расула Гамзатова и музыку Яна Фрэнкеля-Журавли, заставила зал испытать новый подъем эмоций. События военных лет спустя десятилетия остаются в народной памяти. Проникновенное исполнение композиции обнажило незаживающую рану потерь в сердцах зрителя. Мне кажется порою, что солдаты, скотова непришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратили теперь в шуравлей. Сам исполнитель, почетный гость концертной программы «Брест. Культурная столица Содружества-2019» народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов подчеркивает большую значимость подобного рода мероприятий для стран и народов СНГ. Я считаю, что это как бы наследие бывшего большого государства, который назывался Советский Союз. И поэтому эти традиции, они еще до сих пор сильны. И хотелось, чтобы они сохранились, и больше, чем сохранились, и чтобы они, наоборот, еще крепли и увеличивались. Поэтому такое мероприятие, мне кажется, оно доставляет людям удовольствие, общение и на недобрые воспоминания о тех прошлых годах, когда мы часто встречались. Блок, посвященный событиям Великой Отечественной войны, плавно перетекает к событиям современной Беларуси. Театрализованная постановка на композицию «Беловежская пуща» продемонстрировала весь колорит Брестской земли с ее природным богатством и красотой. Наш город имеет интересную историю, уникальную. Конечно, наш город на скрыжевании культуры находится, потому что мы на помеже, и, конечно, за этот кост мы и интересные. Мы имеем не только интересную историю, но и сущность. Красоту и уют нашего города, его архитектуру, гостеприимство наших людей оценили и гости Бреста. Душа в этом городе, она не такая, как в других... Ну, обычно говорят, холодный город – теплый город. Имеется в виду не погода, а именно душа, человеческая душа и гостеприимство, которое есть у вас, в вашем городе. Спасибо вам за это. У вас очень красивый город. Особенно есть какие-то детали, мелкие нюансы, которые очень показывают, как люди здесь любят, горожане любят свой город, и это очень трогательно, и это очень... это достойно подражания. Начиная от прекрасных кованых фонарей, кончая какими-то маленькими деталями, какими-то зданиями, какими-то фасадами, какими-то просто небольшими улочками и так далее. Восторгались радушием и гостеприимством Бреста в этот день не только гости нашего города, но и знаменитые сыны белорусской земли. Народный артист Белоруссии Анатолий Ермоленко, несмотря на свой плотный график, нашел несколько минут во время репетиции шоу, чтобы сказать слова своего восхищения нашим городом. Брест – это замечательный город, город нашей юности, нашей любви. Мы всегда любили приезжать сюда, выступать и в те времена, в давние времена, и сейчас, когда мы живем в нашей родной Белоруссии. А то, что Брест выбран столицей СНГ, культурной столицей СНГ, это, я считаю, высокая честь для брестчан, для нас всех, потому что Брест действительно культурный, действительно достойный этого. Продемонстрировав основные вехи событий Брещины, концертная программа продолжилась с выступлениями участников и стран Содружества. Дружба и братство народов – залог возрождения и просветания любой страны. Богатое культурное наследие Белоруссии и стран-участниц СНГ заслуживает похвалы, а также вызывает гордость и уважение. Сегодня список выступающих певцов и певиц, хореографический коллективок, насчитывает не один десяток в мили программе, поэтому рассказать обо всех практически нереально. В великолепном исполнении прозвучало соло на дудуке Аре Геваркяном, солиста Белгородской государственной филармонии. Его композицию зрители слушали за дыхание, а напряженное звучание в хорошем смысле слова придавало номеру еще большую изюминку. Кажется, вся история армянского народа вылилась через проникновенные звуки дудука, такие пронзительные, чарующие и призывные, приобретающие особое звучание, когда соло сопровождалось русским народным оркестром «Москва». Можно утверждать только одно – в обречании увидели выдающихся именитых гостей из Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Молдовы, России и других стран, которые приехали в областной центр на открытие культурной столицы Содружества независимых государств 2019 за тысячи километров ради участия в таком масштабном мероприятии. Зрители зачарованно слушали всех артистов без исключения, стараясь не пропустить ни слова, ни звука, ни одного танцевального па. Звучит музыка Мне понравилось. Большие, много эмоций, приятные впечатления. Увидели, конечно, все страны, СНГ. Такого никогда не увидишь, не поедешь в каждую страну, а тут все собрали. Конечно, очень, очень и очень понравилось. Концерт был очень хорошо, нам очень понравилось. Все выступали очень классно. Спасибо за таких концертов. Песни известных исполнителей, танцы народных коллективов давно покорили весь мир. А потрясающая исполнительская энергетика в их виртуозном осуществлении никого не оставила равнодушным. Выступления таких талантливых гостей – грандиозные события в жизни нашего города. Однозначно ясно, что организованность праздника была выполнена на высшем уровне. Светодиодное шоу еще больше привлекало внимание зрителей и создавало особую неповторимую атмосферу. Идеи большого концерта показают, насколько разные и насколько взаимодополняющие культуры стран-содружества. И хотя сегодня народы разделяют государственные границы, для искусства это не помеха. Ведь главное, чтобы души пели в унисон. В кульминационной части программы перекликаются зрелость и молодость, представить которые друг без друга просто невозможно. На мелодиях удивительного молдавского композитора Евгения Дуга выросло не одно поколение жителей стран СНГ. Поэтому артисты одинаково ждали и те, кому знакома советская классика, и те, кто обожает киноленты, в которых звучит его музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже в беседе Евгений Дуга признается, насколько важно проводить такие фестивали. В непростой информационный век люди должны оставлять время и для души. Время сменилось, но мы остались те же. Все жадные видят друг друга, жадные встречаться. И слава Богу, что это будет празднично. Вообще мы отвыкаем от праздников, к великому сожалению. От праздника надо делать и масштабные, вот как это. И при встрече друг с другом это тоже праздник, это потрясающе. Вот мы пришли здесь и увидев каких-то людей, которых давно не видел. Это праздник уже индивидуальный каждый. Поэтому спасибо за этот праздник, спасибо за эту возможность приехать к вам. Я думаю, что это прекрасная возможность быть целый год столицей, культурной столицей СНГ. Это великолепное дело. По харизматичности, мелодичности, манер исполнения этого артиста мировой СМИ нередко сравнивали с известным Поворотти. Ренат Ибрагимов на сцене вновь, чтобы подарить публике не менее легендарную композицию дуэта Пахмутова-Добронравова. Его мелодия сегодня по-прежнему будоражит сердца миллионов. Ты, моя мелодия, я твой преданый, ты, что нами пройденный. О нежности и любви к родине, к миру в этот день пели все участники большого концерта. И для каждого родной уголок всегда особенно мил сердцу. Он самый лучший и самый колоритный. И именно это показывали в своих выступлениях артисты. Особая самобытность и преемственность присущи большим коллективам, чья история насчитывает уже не одно десятилетие. Таким, например, как ансамбль танца «Войнах» Чеченской Республики. Ему 80. Зажигательные ритмы ударных и смычковых инструментов, современная хореография и креативное световое решение сцены, опытные артисты и начинающие звездочки. Все это гармонично дополняло большую творческую программу. Ведь только там, где встречаются различные направления, рождается гармоничное единое целое. Брест, находясь на границе Запада и Востока, он стал точкой отсчета новой культурной истории, которая будет по-настоящему интересной. Ведь как бы ни менялось время, главные ценности, такие как мир, дружба, искусство, будут незыблемы. Концерт получился ярким, красивым, праздничным, и положил начало большому культурному пути. Приезжайте в Беларусь, приезжайте в культурную столицу СНГ, в город Брест. Великолепный праздник, единство народов, оно чувствуется в любом случае. Грандиозный концерт, очень огромное получало удовольствие, и, ну, мало ли, что все-таки Брест заслужил такую награду. Очень интересные были номера, Брест себя очень хорошо показал, и мне очень понравилось, какая сегодня была представлена большая география всех народов. И были молодые, и разного возраста. Замечательные. Получили полное такое вдохновение, удовлетворение, энергию. Ну, чувствуется, что подготовлено было, организовано, все на высоте. Я думаю, не только мы, и гости, и все остальные довольны. Феерический праздник. Приятно осознавать, что именно Брест, именно в год своего тысячелетия, стал культурной столицей Содружества. 15-й в плеяде городов, удостоенных столь высокого статуса. Совпадение двух значительных для Бреста масштабных событий, как подчеркнул председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук, позитивная накладка. Цитата «Высший статус в формате Содружества накладывается на наши городские юбилейные мероприятия. И я уверен, что эта синергия дает на выходе хороший результат». Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Седьмого-восьмого апреля погоду в Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Седьмого апреля в Бресте ожидается переменная облачность. В течение суток пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 9-11 градусов выше нуля. Восьмого апреля в областном центре будет наблюдаться переменная облачность. День пройдет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений умеренный. Минимальная температура воздуха в ночные часы. 5-7 со знаком «плюс», максимальная днем 13 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин